МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Качество записи, техничность исполнения, брутальные мотивы в помесе с суровыми электробасами, свобода, глубокие тексты и энергия молодости, которая побуждает двигаться вперед к намеченным целям. И все это о тяжелой музыке. Да-да, вы не ослышались, мы на метал-фестивале, где расскажем обо всех тонкостях данного движения в Беларуси, а также разрушим распространенные стереотипы. С вами Алина Небойна, и это «Мода на культуру». Тяжелая музыка в Беларуси появилась во второй половине прошлого столетия. В 2000-е годы случился ее новый рассвет. Появились белорусские группы, исполняющие как на белорусском, так и на русском и английском языках. На данный момент только в одном Минске, столице Беларуси, можно выделить подавляющее число коллективов. Рок-музыка выросла в популярности до такой степени, что теперь она состоит из многочисленных типов и десятков поджанров. Более подробно рассмотрим такой ее жанр, как металл. Он имеет достаточно большое число стилей, от сравнительно мягких, таких как, например, классический хэви-метал, до весьма тяжелых – блэк-метал или грайнд-кор. А самих поклонников металла называют металистами или метал-хедами. Так для всех любителей тяжелой музыки в нашей стране организовываются фестивали и опен-эйры. Например, метал-фестиваль «Церберус», который собирает поклонников тяжелой музыки со всей страны. Чем организаторы будут удивлять в этом году, узнаем прямо сейчас. Денис, здравствуйте. Добрый день. Давайте для начала разберемся, как все-таки правильно – металл или металл? Ну, это англицизмы. Здесь на самом деле не существует правильного какого-то варианта в русскоязычном сегменте. Поэтому здесь главное, наверное, просто чтобы с одной буквой «Л», потому что это не материал, а жанр музыки. А так, по сути, говорят люди по-разному. Вы являетесь одним из организаторов метал-фестиваля. Это уже четвертый фестиваль. Расскажите, чем будете удивлять сегодня ценителей тяжелой музыки? Ну, у нас двухдневное мероприятие. То есть первый день у нас по року, по альтернативным, таким более легким, казуальным жанрам рок-музыки. А второй уже потяжелее, поэтому люди будут знакомиться. Обычно так, как правило, не делается. Те люди, которые ходят только на тяжелый жанр, они могут неизбежно сходить более на легкие, так сказать, группы вещью. Поэтому, как правило, такими вот моментами, так сказать, сплощать разные немного аудитории. В фестивале принимают участие белорусские музыканты, группы. Расскажите, по какому критерию происходил отбор? В первую очередь, это должен быть у коллектива полный состав. Это очень важно для звука. Далее мы просим, чтобы нам скинули аудио- и видеоматериалы, чтобы мы могли проверить качество. А остальное просто выбираем, чтобы было интересно. Сколько уже у людей, подписчиков, это мало роли играет. А насколько сложно вообще организовать такого рода фестиваль? Ведь тут задействован не один и не 10 человек. Это достаточно большая команда. Ну, все зависит от масштабов мероприятия, которые хочет провести организатор. И тут, наверное, больше сложно начать. То есть, если это делать какие-то более локальные мероприятия, где расчет на 50-60 человек, то это не очень-то и сложно. Просто нужно иметь какие-то связи со себе, их создать самостоятельно. То есть, найти клуб, забить какие-то даты, найти коллективы. Какую-то там самостоятельную рекламу в социальных сетях себе сделать. И кого-то ты соберешь, весь и группа привод людей. А если стараться делать, гоняться за качеством, чтобы был очень хороший звук, то есть, вот уже не местный клуб, а уже договариваться с звукозаписывающимися, какими-то арендами, то здесь, да, здесь уже надо покататься, здесь уже надо поездить, поэтому одному это сделать. Ну, возможно, конечно, знавал таких людей, но в целом, конечно, лучше работать в команде. Это, в первую очередь, не коммерческие зачастую мероприятия. Это все любовь, идея. Как правило, люди к этому приходят из разряда, ну, если не я, то получается никто. Но в итоге оказывается, что этого не так-то мало. То есть, люди этим занимаются, люди это любят, это делают, как бы они ни уставали, они все равно это делают. Потому что ты видишь потом этот результат, как люди знакомятся, общаются, влюбляются. Это клево. Метал-музыканты уделяют особое внимание не только звучанию, но и тексту. Я знаю, что у вас два своих проекта музыкальных, и также вы сами пишете музыку и текст. Все-таки это большая редкость сегодня, но вот если представить ситуацию, что когда-то придется, например, изменить музыку или тот же текст, вы пойдете на это или все-таки будете следовать своему зову, своему стилю? Ну, во-первых, я не очень считаю, что это такая редкость, потому что среди какая-то мультиинструменталистность, среди музыкантов это часто так. А что касается что-то менять, я и так играю в слишком многих жанрах. То есть это не какой-то определенный один всегда, это в любом случае кроссовер. То есть если я что-то делаю полегче, то там все равно много всего. Поэтому что-то менять, что это и есть, но я не вижу смысла, что-то, не думаю, что что-то поменяется даже со временем, потому что это и так не что-то такое узконаправленное. А какие темы в основном вы отражаете в своих текстах? Ну, темы, как и вокал, это, вот тут, как правило, они бывают заложниками жанра. Поэтому если музыка более легкая, там, альтернативный рок, постпанк какой-нибудь, то, конечно, превалирует тема любви определенная. А если потяжелее, то, ну, такие более, да, может быть, какие-то депрессивные в металле, в нередкости. Ну, это же выход эмоций в первую очередь. Как и крикотерапия, когда люди кричат, они, как правило, кричат не самые хорошие вещи. Ну, в этом что-то есть. Вот как раз интересно узнать про экстрим-вокал. Ведь он бывает разный? Невероятно, он разный. Это действительно много техник может. Рядовому слушателю это не слышно, на первый взгляд. И, кажется, по обычным крикам, но если просто кричать неправильно, то ты долго не прокричишь. Поэтому у этого есть определенные, конечно, техники. Их действительно множество. Но они тоже заложники жанра зачастую. Денис, существует такое мнение, что музыканты, которые исполняют тяжелую музыку, они такие вот сами по себе неформальные, не совсем организованные. Вот разрушите этот стереотип. Так ли это на самом деле? Это музыка в первую очередь. Музыку могут слушать совершенно разные люди. Поэтому так как-то тоже обременять не стоит. Но зачастую как раз-таки слушатели тяжелой музыки начитанные, интересные люди. В большинстве своих случаев. И, как правило, чем экстремальнее, чем тяжелее музыку они слушают, тем больше они любят, изучают. И там, как правило, пересекается действительно любовь к каким-то интересным, к историям зачастую. То есть это, как правило, люди начитанные. Большинство с хорошей работой. Но есть разные, конечно, всегда исключения. Но в целом, что они какие-то шалтай-болтай, неопрятные и так далее. Ближе даже к 30-ти я замечаю совершенно ровно пропорциональную историю. У тяжелой музыки есть свои слушатели. Вот чем, на ваш взгляд, сегодня можно удивить современного слушателя? Ведь он перенасыщенный, искушен, уже видел многое, слышал многое. Не думаю, что прям все. Потому что там даже если заглянуть в историю метал-музыки до нулевых, там еще слишком много интересного, прям не вспаханное поле. Так что новому слушателю лучше даже обратить внимание на старую музыку. Тут всегда все циклично, все будут к этому возвращаться. А как вообще изменилась тяжелая музыка за последние десятилетия? Ну, определенные изменения есть. Она стала более усложняться с технической стороны, математического подхода. То есть в этом плане, да, музыкально, конечно, не очень просто как-то сейчас удивить. Поэтому подход усложняется, струн становится больше, струна становится толще, звук становится лучше, качественнее, чище. И все стараются как-то удивить именно тем, как сложно выучить их песни, как азбуку Морзе, можно сказать, в таком образе. Денис, в чем, на ваш взгляд, заключается задача музыки и самого музыканта, как проводника в этот мир? Музыка – это, так сказать, пульт управления своими эмоциями. Невозможно очень грустить под какой-то регги позитивно-добрый, так же, как и радоваться жизни под блэк-метал. Поэтому, когда включаешь определенные такие жанры, ты хочешь испытать, быть в определенном состоянии на ближайшие 3-4 минут. То есть его задача – дарить также эмоции, которые ты сам хочешь испытать. А музыканта – дарить их, постараться выразить, передать их, потому что ты сам испытываешь, ты сам вдохновляешься, ты что-то чувствуешь. Музыка – это в целом просто универсальный язык эмоций и не более того. Зачем, на ваш взгляд, люди слушатели приходят на такого рода фестивали? Что они хотят получить, слушая тяжелую музыку? Ну, в первую очередь, это клуб интересов. То есть здесь, да, люди, которые также любят эту музыку, это, так сказать, лед тает сходу, люди знакомятся, общаются. Также это, конечно, эмоциональный рок-концерт, это громко. Это эмоции, это крикотерапия, в первую очередь. Это много эмоций, это драйв. Музыка металлических жанров распространена практически во всех странах. Но наиболее крупные сцены сформировались в Северной Европе и Северной Америке. Во всех странах Европы, включая Беларусь и Россию, существуют развитые региональные сцены, так же, как и в Бразилии или Японии. А вот на Ближнем Востоке, за исключением Израиля и Турции, тяжелый рок менее развит из-за цензурных ограничений. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Вы являетесь участником метал-фестиваля, и это ваш не первый опыт участия. Расскажите, как вообще тяжелая музыка появилась в вашей жизни, и чем она вас так привлекает? Метал-музыка появилась в моей жизни еще в школьные годы, более к старшим классам. Что привлекло, это, скорее всего, энергия, напор, подача музыкантов, как они отыгрывают. В тот момент я как раз увидел одно видео, когда мне одноклассник показал про барабанщика, где он вытворял просто невероятные вещи, и я постепенно стал этим заражаться. А как бы вы охарактеризовали стиль, в котором играете? Метал-направление, рок-направление, оно достаточно такое большое, расходится на разные ветви под жанров. Я немножко что-то оттуда возьму, что-то где-то другое. Вот, как определенного такого стиля, чтобы я вот в нем играл. Я бы сказал, что это не совсем верное утверждение. Иногда меня даже интересует другая инструментальная музыка, даже более какого-нибудь джазового направления или блюза, драм-н-бэйс и вот всякое такое. Вы играете в группе. Вы исполняете свою музыку или присутствуют кавера? У нас авторский материал в основном, но немного. Кавера, которые нам нравятся, мы тоже их исполняем. А что насчет образования? Или большинство метал-музыкантов это все-таки самоучки? В большинстве, наверное, это будут самоучки. Я свой путь начинал вообще, можно сказать, даже с ведер. Как-то попробовал выступить на сцене. Я почувствовал отдачу от людей, какую-то определенную поддержку. И продолжил этим заниматься. Но потом, естественно, столкнулся тоже с какой-то стеной определенной. Не мог выйти за какие-то определенные рамки. И поэтому я решил для себя найти преподавателя. Если рассматривать классическую музыку, там все четко, строго. А есть ли место экспериментам в тяжелой музыке? Да, есть. Это интересный достаточно такой вопрос. Потому что даже если классическую музыку взять и перевести на электрогитару, это будет слушаться прям очень тяжело. Есть исполнители, которые вот прям записывают целый оркестр. Это такой наплыв энергии, эмоций. Экспериментировать можно по-разному очень. Очень мешать различные жанры в том числе. Просто отличие будет, наверное, в подаче самого материала. Для вас, как для музыканта, важно играть музыку, которая нравится вам, или которая нравится другим? Мне важно как раз таки, чтобы мне нравилась музыка. Я играю то, что мне не нравится, то, что мне не нужно. Я могу просто упереться в какую-то стенку определенную и дальше не прогрессировать. Это не будет вызывать столько интереса, каких-то определенных эмоций. У любого творческого человека есть своя муза или музы. А вот что вдохновляет лично вас? Как было и в первом вопросе, я немножко затронул эту тему. То, что меня впечатлил один очень сильный барабанщик. И вот есть два кумира, которых я для себя выделяю. Это будет Лойка Сагранде и Эрикем Протто. Согласны ли вы с тем, что сегодня тяжелая музыка и вообще вот это метал-движение, оно молодеет? Определенно. Потому что сейчас нет тех рамок, тех ограничений, которые были раньше. Допустим, невероятно, какие-то скорости стали уже достигаться, какие-то техники придумались и так далее. Благодаря этому появились новые определенные жанры. Так все-таки какие отличительные черты присущи металлу в сравнении с другими жанрами рок-музыки? В метал-музыке нужно быть более технично подкованным. Это чаще всего более скоростная музыка. Это правда, что у музыкантов в вашей индустрии присутствуют сценические псевдонимы? Так сложились традиции, что у музыкантов присутствуют псевдонимы, потому что так проще даже запомнить некоторые, которые могут выделяться от некоторых других музыкантов и так далее. Вопреки распространенным стереотипам, тяжелая музыка не только не приводит к депрессии, но и позитивно отражается на психическом здоровье. К таким выводам пришли британские эксперты, проведя многочисленные исследования в данной области. У людей, которые любят тяжелый металл, как правило, более яркая и интересная молодость. Они более социально активны. Металлисты не испытывают затруднений в налаживании коммуникаций с различными категориями людей. Кроме того, прослушивание тяжелой музыки позитивно влияет на навыки социальной адаптации. Однако, если тяжелое направление рок-культуры не приносит вам удовлетворения, то позитивных изменений в вашей жизни не предвидится. Мало просто слушать музыку, важно быть с ней на одной волне. Энергичная она воспевает любовь, честность и доброту. Это не просто музыка, это целая жизнь. Слушайте разную музыку и всегда выбирайте только лучшую. А также следите за модными тенденциями культурной жизни нашей страны. С вами была Алина Невойна. И помните, быть культурным – это модно. Увидимся через неделю. До новых культурных встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok